Новоявленный штамм Цербер или BQ1.1 – это родственник штамма Omicron, который на сегодняшний день является основным для коронавирусной инфекции в мире. Цербер отличается наличием новых мутаций в шиповидном S-белке, который находится на поверхности вируса. Стойкое изменение в этом белке приводит к тому, что иммунитет человека, который выработался против предыдущих штаммов коронавируса, гораздо хуже узнает новые штаммы COVID-19. Одна из мутаций приводит к тому, что S-белок лучше связывается и помогает лучше вирусу проникнуть внутрь клетки. А это значит, что вирус стал не только более устойчивый к иммунитету, но и потенциально более заразный. По словам эксперта, исходя из клинических исследований, на сегодняшний день Цербер нельзя назвать патогенным, приводящим к тяжелому, осложненному течению болезни. И это хорошо, ведь вакцина становится все менее эффективной, хотя и продолжает частично защищать от новых штаммов коронавируса. Важно, чтобы мы получили новые вакцины против новых штаммов, возможно, мультивалентные вакцины, как против штаммов гриппа, когда вакцина защищает сразу от нескольких штаммов. Также должны появиться вакцины и от COVID-19, которые защищают сразу от нескольких штаммов. Таким образом, эффективность вакцинации, конечно же, значительно повысится. Напомним, что в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, дом 2А, продолжается вакцинация от COVID-19 сотрудников, достигших совершеннолетия студентов и прикрепленного к поликлинике населения. В рабочие дни пройти иммунизацию можно с 8 утра до 8 вечера, а выходные с 9 утра до 4 часов вечера. Граждане Российской Федерации при себе должны иметь паспорт, снился и медицинский полис. Все желающие привиться от COVID-19 должны предварительно записаться. Сделать это можно по телефону 233-30-00 или посетив поликлинику лично. Карина Саяхова, Универньюс.